Добрый вечер всем любителям доты, у микрофона Фрэнзис, а мы смотрим открытые квалификации в Pro-серию, точнее, если быть точнее, то CIS Open Qualifier, именно СНГшные квалификации открытые мы сейчас смотрим. Фаст Кап под номером 18889, что ж, можно сказать, что это один из последних шансов для команд, скажем так, поднахалявить возможность забраться в Pro-серию через открытую квалификацию. Встречается у нас в первом раунде данной квалификации стак Джокера, Джокер Крю и The Birds of the Hammers. Что мы видим по пикам? По пикам у нас все очень жестко, по крайней мере, на первый взгляд, как у одной, так и у второй команды. Единственное, что мне может быть... Хотя нет, Вич Доктор все-таки в комбинацию с Дезраптором и Магнусом, и Тайдероксиром тоже неплох. Самое главное, чтобы его на линии не загнобили, и тогда все будет у него абсолютно круто. У Джокеров же сильные персонажи на начальной стадии, ну как на начальной, вот, Early, Mid, Game, это и Огр, и Shadow Shaman, персонажи, которые чрезвычайно сильны на линиях, плюс Omni Knight. Хороший пик, я думаю, ленинги, они должны стоять неплохо, но с тем файтом, как мне кажется, у банды Джокера пока что проблемы. Потому что, да, есть Виномансер, и, сомненно, это герои сильные, хорошие, молодежные, тем не менее, против Магнуса, против Дезраптора Дроксира, та самая комба, любимая, конечно же, Virtus.pro образца киевского мейджора. Будет тяжеловато против них, сейчас могут они добрать себе какого-либо милишного керри, вот, правда, половину из них уже забанили, того же Свена, Джоггернаута, Спик Тру. Интересно, кого сейчас возьмут. И нужно будет добрать Джокером, я не знаю, либо Мидера, либо Керри. Опять-таки, если Виномансер идет на легкую линию, тогда Мидера, если Виномансер идет на центральную линию, тогда Керри. Ну, тут, кстати, Виномансер, в принципе, без особых проблем может пойти на центр и стоять против Магнуса, в принципе, по большому счету. Хотя и на легкой линии против Дроксира, против щитков ДС, он особых проблем испытывать, само собой, тоже не будет. Ну, за исключением того, что башня будет немножко подпушиваться, вышка его. Так, 9 секунд остается до пятого пика, и у нас залетает Снайпер! Ого! Ого-го-го-го-го! А вот это уже интересно, кстати говоря. Снайпер. Снайпер, 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 снайпер. Но да, до снайпера тут пока добираться явно нечем, это точно плюс. О, кого же брать тогда сейчас? Может быть, Сарка какого-то? Да, но не наблюдаю я пока синергии в стане команды Джокера. И вот это, на самом деле, меня больше всего смущает, то, что синергии в пике, грубо говоря, никакой. На самом-то деле. Что ж, последний пик. И это... Это, это Брутмама! Ага! Это Брутмама! Это Брутмама, и что ж, тогда все понятно. Вся надежда на Брутмаму пошли, по всей видимости, в All-In. Или, возможно, что вполне вероятно, на таких полупро-турнирах от Старладера, то, что это какая-либо наработка. Наработка, которую уже издавна играют команда Джокера. Джокер Крю, так называемый. И, возможно, мы увидим сейчас что-то интересное. Видели мы уже пару недель назад, наблюдали за Брутмамой от человека под никнеймом Квимба. Его хайлайты на нашей трансляции, которые были, вы можете посмотреть на моем YouTube-канале, ссылка на который находится в описании под стримом. И там парень в одиночку разваливал всю вражескую трипл-линию. Что же будет на этот раз, мы сейчас посмотрим. Продолжение следует... И сразу пауза. Как обычно, кто бы мог подумать, но сразу паузы. Видимо, ждем 2-3 минуты. Ага. Но 2-3 минуты, так 2-3 минуты. Что я могу сказать? Кстати, если уже о чем-то говорить, то почему бы не поговорить о новостях, допустим, того же киберспорта, той же Доты 2. А она объявила о том, что, ну, понятное дело, он уходит из ОУДЖИ. Точнее, я думаю, что он не уходит, а его ушли, скажем так. И берет он паузу на год, то бишь на игровой сезон. Не знаю, какая именно эта пауза. Чисто на просцене в плане выступления за какую-то из команд. Или вообще он отстранится от Доты и пойдет, я не знаю, заканчивать вуз, школу, колледж, лицей, курсы. Не знаю, какого рода эта пауза. Тем не менее, сам анонс состоялся. И именно то, что имеем сейчас ОУДЖИ. Да, и так было понятно, что команде ОУДЖИ нужен мидер. Писал Нотейлу в своем твиттере то, что возможно. Точнее, не то, что возможно, он просто писал ОУДЖИ СИНК СИНК. Но мне кажется, это больше троллинг, чем реальность. Как же будет на самом деле, мы узнаем. В принципе, не так уж и скоро. Хотя все зависит от того, насколько быстро они найдут себе мидера. Возможно, даже есть такие предположения в комментариях в твиттере. То, что будет резолюшн на миде у ОУДЖИ, ну, это так, мне кажется, из разряда фантастики. На самом деле, насчет резолюшна сейчас много предположений. То бишь, и Кэмпайр его приписывают, и в ОУДЖИ уже, и в Нави, куда его только не ставят. На все позиции вместе взятые. Ну, да, резоль неплохой игрок. Даже не то, что неплохой, а очень даже, очень даже неплохой. Как минимум, хороший, по моему скромному мнению. И место в топ-коллективе он явно заслуживает и может бороться за любой из них. Точнее, мне кажется, не то, что он может бороться, а за него даже могут бороться. Поэтому, конечно же, главная интрига этого сезона в плане решавлов, это куда же попадет резолюшн. Что сейчас произойдет с командой Evil Geniuses. Потому что становится ясно, точнее, происходят слухи, распространяются слухи, то, что Зай переходит в секрет. На позицию оффлейнера. А Артизи, скорее всего, тоже уберут. Но, опять-таки, это слухи. Но, тем не менее. Тем не менее. Если кто-то следит за дисциплиной CSGO, то знает, какие слухи ходили про капитана команды, бывшего капитана Gambit eSports. А именно, Даниила, Зевса, Тесленко. То, что говорили после победы на мажоре, то, что он переходит в Na'Vi. Хотя, ни у кого в голове просто, в том числе и у меня, не укладывалось то, что как после победы на мажоре первый победитель от СНГ за всю историю CSGO мейджоров. Да и вообще за всю историю CSGO. Первый победитель мажоров из СНГ. Мажора. И капитан из этой команды сразу ливает в другую, из которой его кикнули. Причем, не самым красивым способом. И это казалось вообще что-то из ряда фантастики. По крайней мере мне, да нет. Я думал, что вы такое несете, ребята? Какие Na'Vi, вы чего? Они выиграли только что мажор за Gambit eSports. За Gambit eSports. Его из новей вообще кикнули. Ну подумайте, Глэвэй. Но нет, все-таки вернулся Даниил в Na'Vi. Как-то так, в общем. И, конечно же, конечно же, для СНГ региона важнейшие просто решавки будут происходить в команде Na'Vi. Уже давно известно, что Пайкат и Бивер не имеют больше никакого отношения к организации, как игроки. То бишь, есть Дэнди и есть Генерал. Осталось найти еще людей, которые могли бы с ними как-то контактировать хорошо, наладить связь. Потому что, как я понял, у Na'Vi... А, ну и Санейка, понятное дело, у Na'Vi тоже. Да, осталось найти двух людей, которые смогли бы, скажем так, найти общую химию с Дандимоном, с Санейкой особенно. И тогда уже было интересно посмотреть, что продемонстрирует нам команда Na'Vi с Винсера. Но, понятное дело, что Na'Vi могут позволить себе любого игрока, почти что любого, на СНГ сцене. Ну, кроме Virtus.pro и Empire, понятное дело. Поэтому, я подозреваю, что сейчас идут тесты. Тесты, тесты, большие тесты игроков, понятное дело. Так, наблюдаем, уже включаемся в игру, поехали, поехали, поехали. Вот она, вот она, первая игра. CIS Open Qualifiers, вторая стадия, последний день Open Qualifiers для СНГ региона. Сразу, дафи-дак, телепортируется на нижнюю святыню, ставит агрессивный вард во вражеский лес, который, точнее, вот на пригорочах, который видит нижнюю руну, который видит подлеты на святыню. И дефолтный, хотя нет, не совсем дефолтный вард, на самом деле, от команды Силы Света, а именно от стака Джокера, от Джокеров, который блочит спаун и... Да, в принципе, и все, он блочит спаун и дает немного вижена. Ну, на самом деле, сложно сказать про эффективность этого варда. Так, Брудмама, как я понимаю, пойдет в мид. Так, а там, кстати, погоня за Магнусом, Магнуса связывают с Шеклосами, если, да, есть гель у Веномансера, Магнус вынужден вкачать Скьювер на первом уровне. Это очень неприятно, и сейчас, вместо того, чтобы идти на линию, он отправляется домой, пропустит он... Одного-двух крипов, думаю, пропустит? Хотя, может, и не пропустит. Неважно, в общем, он тратит лишние деньги на телепорт, тратит время, не стопит крипов, и сейчас будет в диспозиции против Брудмамы на центральной линии. Неприятно, неприятно Магнусевичу, и хороший выход от саппортов и фармящего персонажа, а именно Веномансера, Джокеров. И вот он, Магнотаур, приходит, тут Огрмак с Брудмамой, как в старое доброе время, Но, го, Магнус, что ж ты делаешь с Кьювером, завозит двоих под вышку, правда, у Огра 8 брони, 4,7 регенерации здоровья, Поэтому, хех, здорово, что тут еще можно сказать, по большому счету, да, и по маленькому тоже завезли там этого Агра, Не завезли, ну, вообще, как бы, по барабану. Так, приходит Дизраптор, защищает своего Магнотавра, видят они, Эм, Обсервер, почему-то Брудмама топориком не спешит кушать Сентрик, а... Почему? Потому что ее Сентрик вне зоне доступа. В принципе, логично. И будет у нас такая небольшая войнушечка на центральной линии, Но, я думаю, что Брудмама будет тут доминировать, По крайней мере, если сломает Вардс. Так, уворачивается Аян... Аянако уже. Вот это никнейм, конечно, меня поражают частенько никнеймы игроков на нашем портале. Тем не менее, а что делать? Так, Курьер принес бутылочку Магнус. Магнус бы сейчас как бы не отъехал. Есть первый плевочек. Солуринга еще нет. Да, вот он, по идее, должен налететь. Да, это на самом деле он и есть. И на миде вроде пока разобрались, пока затишье. На верхней линии, что у нас? Снайпер фармит. Кстати, снайпер как-то очень сильно просел по ХП, Учитывая, что он стоит против... Омни Найта. Но у Мни Найта большой запас регена. Поэтому тут тоже не все так просто. А на нижней линии Виномансер стоит против Дараксира. И как-то у Виномансера явные проблемы с криппингом. Всего 7 крипов у него имеется. При том, что у той же Брутмазера на центральной линии 14 крипов. Интересный. Хотя, может быть, из-за того, что, знаете, героя взял, играть не взял. У Виномансера на самом-то деле не так много атаки изначально. Возможно, дело в этом. Хотя, вроде как, и достаточно атаки. Вон, на третьем уровне уже 58. В общем, рассуждать, мусолить можно долго. Но на про-уровне игроки катают на Виномансере и формят неплохо. Кстати, играет он через Виномусгель в двоечку. Так, а тут, кстати, Шадоушаман. Иероглифы, иероглифы выходят на центральную линию. Правда, у Огро нет вообще маны. Может быть, есть какой-то мангус у Шадоушамана. Нет, Шадоушаман ушел обратно. Ну, тут, кстати, Вард его видит и... Да, должны уходить, и тем временем Бруда просто заковыряла Магнуса плевком. Заплевала, и тут еще Дизраптор погибнет, по всей видимости. Окружат его паучочки, да, Федак, по всей видимости. А сюда уже никуда не уйдет это двойное убийство для Брутмамы. И мне кажется, сейчас будет просто Квимба, о котором я говорил на Брутмаме. Номер 2. Э, Бруда, 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 куда ж ты полезла? Ай-яй-яй! Зачем? Зачем ты это наделал? Ну и, в принципе, не все так плохо, оказывается. Для Магнуса, тем не менее, Бруда очень сильно подставилась. Ошибся, ошибся. Бывает. Ну, ошибся не я, а ошибся в парень, понятное дело. На Бруде Атакс Энтекс Авица кушает вам мгновенно Бруда. Пауча там, вроде как, неприятно, но не критично. А там сверху появляется ДД, кстати. И Бруда может попробовать его сбегать-забрать. Забирает Огрмак, бежит на верхнюю линию. По крипстату мы, кстати, я могу отметить то, что у обоих керри проблемы. У снайпера 19 крипов, у виномантера 18, и как-то ни к селу, ни к городу. Непонятно. Так, там Магнус увозит Брутмаму, Брутмама, неприятно. Асцентрики есть, асцентриков нет. Невидимость равно неуязвимость. Ох, 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 дизраптор, какие косманы там отваливаются. Дафи Даг, дафи Даг, еще пару тысячечек, плевочек, минус дафи Даг. Там, тем временем, наверху умер, кстати, Омни Найт, конечно же, Омни Найт. Так, Брутна пытается отхилиться через ультимейт. Да, успешно она это делает. И две тысячи у нее уже на руках есть. И погоня за Магнусом. Погоня за Магнусом, самое главное, чтобы сейчас Магнус не увес ее под башенку. Хотя, я думаю, она убежит быстро в сеточку, и ничего критического ей не грозит. Магнус опасно, хотя еще, на самом деле, непонятно, кому более опасно. Шадоу Шаману или Магнусу. Пик у Джокеров рассчитан на то, чтобы задоминировать, как я понимаю, на линиях, вынести свои нужные артефакты, и вот это вот, чтобы Бруда сплитила и кушала вышки. Потому что на драку тут особо ничего и нет. Да, конечно же, имеется Гвардиан Энджел, имеется Виномантер, но если Бруда не будет собираться в керри билд, через Дезолятор, через Блаторн, через, допустим, Кирасу, то тогда ловить тут явно нечего. Да и вообще, на самом деле, тимфайт тут очень слабенький у Джокеров, поэтому нужно им, чтобы Бруда сгрызала вышки как можно скорее, получали они бонус по заработанному золоту, чем раньше, тем лучше. И давили-давили за счет оверфарма, за счет оверфарма, за счет жирности, скажем так, персонажей, таких как Омни Найт, таких как Огрм Маг. Но опять-таки, позиционка для Бруды тогда получается не самая лучшая на центральной линии, особо линию не потолкаешь, но зато можно потолкать до Федака на Дезрапторе, минус до Федак, и уже скоро арчит будет у Брутмамы. Ну как скоро там еще тысяча хорошая, конечно же, в запасе имеется. Тем не менее, вот она, вот она уже падает вышка на центральной линии, тут, кстати, Магнус, Магнус с РП летит, Дезраптор, Бруда не успевает отбежать, РП пошло по Бруде, ставится, и Кинетик Филд, но мне кажется, они Бруду могут и не убить, хотя Бачна наковыривает по Бруде, Глимс, и умирает Брутмазер, хорошо. А тем временем, Дарксир умер на нижней линии, Огрмак вышел, помог с Шадоу Шаманом, как я понимаю, Виномансеру, и Виномансеру убить ДСа. Что ж, Бруда загуляла, и совсем чуть-чуть осталось у вышки, динает Магнус. Вышку неприятно, сейчас еще и Сентрик заберет. И пока что пик команды Джокеров терпит крушение, как мне кажется. В свою очередь, у команды Bird of the Hermes ситуация совершенно иная. У них есть хороший лейтовый кэрри персонаж, это снайпер. Но, насчет хорошего, возможно, я прям преувеличил, но для нанесения неограниченного количества урона, это, конечно же, то, что надо. Единственный минус, да, то, что Брутмама как раз взяли, как я понимаю, пятого персонажа, который может добираться до снайпера более или менее незамеченным. Есть снайперы, есть Магнус с Дарксиром и Дезраптором. Все хорошо, у Дезраптора хороший уровень, пятый, на девятой минуте, можно будет на десятой минуте купить книжечку, апнуть шестой, апнуть статик шторм, ловить эту Брутмаму через Глимс, пока у нее БКБ не появится. Главное, чтобы потом Брутмама с Арчидом не ловила тебя, вот это самое главное, на самом деле. Потому что сейчас Брутка может получить свой Арчит и пойти ломателиться на все линии, на самом-то деле. Но это если она получит и если она пойдет. Если не пойдет, а просто останется стоять на центральной линии, при этом не снося вышки сверху, снизу, не гонгая вот таких вот тоненьких на начальном... на начале игры снайперов, то тогда я не вижу выхода выигрышного для команды Силы Света. Ну да, Бруда тут пытается покусывать Магнотавра, но у Магнуса 75 крипов, да, возможно там парочку есть и паучат, хотя плевочек еще... А почему не пошел, почему не... Нужно идти, нужно было идти, хотя паучатами давай... Ай, это... Да, момент упущен. Момент упущен, теперь поздновато. Плевок будет через две, одну... Эм, нет. Момент, действительно, был упущен, там Дарксира очень лоу хп, Дарксира убивает Огр с Веномансером через ультимейт. Хорошо, и можно подпушить вышечку теперь. Вот это неплохо, давайте переключим на таблицы Нетворцев, что же мы видим. Бруда топ-1, далее Магнус снайпер, далее Веномансер, кстати, отрыв между топ-4 достаточно небольшой, если не брать во внимание Брутмаму. Если не брать во внимание Брутмаму, то все довольно-таки плотно идут. Так, и пока затишье на карте у Веномансера Мидас на 11 минуте. Хорош! Да, это правильный выбор, потому что некоторые ребята, которые, скажем так, неопытные, собирают Веномансера без Мидаса, что лично я считаю ошибкой. Почему? Потому что Веномансер на самом деле не так быстро фармит, как другие керри-персонажи. Первое. Второе, Веномансеру нужен опыт. Очень сильно нужен опыт. Так, байтит, байтит, байтит на Драксира. Тут уже и Магнус, но Магнус... Да, с Дакером. РП по двоим! Хороший РП! Еще глимсует Веномансера. Правда, Кинетик Филд не самый удачный, но тут и касочки пошли. И Маледикт в результате минус 2. Можно еще подцепить Шадоу Шамана. Шадоу Шаман, беги. Беги, Шадоу Шаман, да, он уходит. Хорошо, но там Брутмама снесла вторую вышку по Миду. Все-таки смогла она додавить и сделать свою грязную работу. Минус первая линейка товаров... Минус первая линейка внешних товаров на центральной линии. Остались еще 2 линии для Брутмамы. И, наверное, нужно куда-то смещаться. Так, видят Дизраптора, видят Вичдоктора. У Вичдоктора, если что, есть сентри. У Дизраптора также тоже... Тоже они имеются, но... Вообще без шансов. Орчит. Плевок. До свидания. И... И вот это может быть самая то атака. Это нападение на снайпера. Снайпер получает хекс. Получает шейклесы. Дамага, кстати, вообще немного. Дамага очень мало. Еле-еле они пробивают этого тысячи хэпового снайпера. Хотя Драгон Лэнс. Семь армора. Может, не такой он, на самом деле, уже и тоненький. Тем не менее, фраг Ганг удался. Фраг в копилку команды Джокер Крю отправляется. Поэтому передавить им что-то сложно. А тут подходит Дарксир. Дарксир будет поплотнее. Хотя хэп у него поменьше. Армора побольше. Плюс имеется Сурж. Поймать его не так легко. А там убивают Виномантера. И погибает, кстати, Дезраптор. А тут и Брутмама на помощь. Пришла. Покидает Арчит. Минус Магнотавр должен быть. Да, он просто догорает. Минус Магнотавр. Можно подпушить Тир-1 вышку снизу. И... В принципе, неплохо. В принципе, неплохо. Пока что получается у Брутмазера все-таки, несмотря на все за и против, давить и забирать вышки. Итак, приходит снайпер на нижнюю линию. Начинает настреливать по Брутмаме. Неприятно. Четвертая Шрапнель. Отгоняет Брутмаму и со своей задачей пока справляется. Так, и тут на верхней линии может быть замес. Шадоу Шаман. Сограм в кустах. Омник-омник. Как бы подбачивает. Так, якобы намекает, что я тут один. Но на самом-то деле не один. И Хекс пошел по Драксиру. Кстати, Хекс первого уровня. Хорошие каски. Хорошие каски от Вич Доктора. Но тут Репел. И Маледик добьет Лив. Досвард пошел от Вич Доктора. А сбить нечем. Нет, он просто сам его. Почему-то отменяет. Странно. Видимо, слишком больно залетело от Пурификейшна. И испугался Вич Доктора. То, что сейчас внезапно умрет. Но нет, умирает Виномансерова абсолютно в другой части карты. Даже без РП. Просто снайпер его застрелил, как я понял. Но, тем не менее, Брутмама спушила тир-1 вышку и снизу. И на самом деле пока что сложно сказать, за кем преимущество. Понятное дело, что, глядя на Нетворсы, можно с легкостью утверждать, что вот, Брутмама, 8000. Молодец, круто, стильно, молодежно. Но, опять-таки, это далеко не все решает. Учитывая то, что четыре героя выпадают из игры. Вот четыре героя реально сейчас, как мне кажется, из игры выпадают. Нет просто второго кор персонажа, который может наносить достаточное количество дэмэджа и при этом... И при этом соло тащить игру. Это явно не Виномансер и не... Омни Найт. Вот Виномансер вообще в леса ушел. Так, Угрмак летит защищать вышку, у которой 76 хп. Не знаю, да, отменяет он телепорт в последний момент. Нужно просто разменивать, да. Так и делают. Шадоу Шаман ставит ворды сверху, падает в вышка снизу. В принципе, неплохо. Заберут тут Шадоу Шамана, который прилетел дэпать. Зря, наверное, прилетел. Нужно было просто размениваться и идти дальше. Ставить ворды, возможно, во вражеском лесу. Где-то тут. Где-то здесь. А там Снайпер убивает двоих. Виномансер разулетился. Магнус просто динает Даффи Дака на Дизрапторе. И вот, опять ульт Виномансера в некуда. А тем временем, что ж такое, не успевая уследить за фрагами, Брутмама съедает Дараксира. Вот она, сила Арчида. Собирает Радиант с Брутмама. В принципе, неплохо. Явный плюс Брутмамы, конечно, в том, что она заставляет саппортов чувствовать себя, скажем, мягко говоря, не очень комфортно. Во-первых, потому что они все время боятся, где же эта Брутмама, а может здесь и может там. В результате выйти они особо никуда не могут поставить, допустим, агрессивные варды. Но, по крайней мере, в одиночку, не стягивая вместе с собой всю команду. Плюс, нужно тратиться на сентри варды, нужно тратиться на просветки, что достаточно сильно бьет по кошельку саппортов. И в результате, допустим, тот же Вишдоктор или Дизраптор могут не нафренить себе лишний, точнее, не лишний далеко, Глиммеркейп, или Аганим, или Гост. Кстати, пока что я не совсем понимаю, кто исполняет роль четверки у команды Bird of the Hermes. Наверное, это все-таки Вишдоктор, который покупает себе Клаку. Или, может быть, это два саппорта, это такой четыре с половиной позиции, которые оба покупают варды. Но мне кажется, сейчас в данной мете это не самая лучшая стратегия играть двумя саппортами четыре с половиной позиции. Тем более, когда у вас Мидер, Магнус. Хотя, не знаю. На самом деле, тут, именно тут, сложно сказать. Так, а там идет нападение на Тир-2, вышку снизу. И отлично, отлично пользуется моментом. Брутмама видит всех абсолютно на центре. Вынуждены прожимать Глиф. Команда Силы Тьмы, Брутмама ловит на подходе. Не дает подойти просто к вышке. Нужно забирать, нужно забирать вышку. Нет, варды датыкают. Хорошо. Просто зонят, просто зонят. Магнуса и компанию не дают им подойти, а варды просто в это время делают свое дело. Неплохо сыграно. Драксир, один. А куда же ты пошел? Это же совершенно один. Неужели это такой примитивный байт? Его же сейчас просто убьют. Магнус. Магнус будет ли РП? Хороший статик шторм от Диздрактора. Магнус просто не увозит никого. Магнус, что ж ты делаешь? Тем не менее, умирает уже Омни Найт. Умирает Шадо Шаман. Также погиб Драксир заранее. Виномайстер, Виномайстер далеко зашел. Да, ультимейт погиб Виномайстер. Брутмама пытается драться, но Брутмама без БКБ, мне кажется, тут абсолютно ничего не сделает. Недособранный у нее Радианс. Погиб все-таки Диздрактор. А Громак тоже взамен отправляется в таверну. Пристреливает его снайпер. Просто сезон охоты объявляется открытым. А Брутмама выживает, но тем не менее, не сделав ничего особо полезного. В результате, как мне кажется, драка явно в плюс силам тьмы. Итоги боя. Брутмама урона... Да, 971 это явно не тот урон, который мы хотим видеть от Мидера. Снайпер нормально настреливает. Нужно вырубать снайпера. А вот и он, а вот он и снайпер. Загулял, ошибся. Прости, прощай. Да, минус снайпер. Хорошо, серию из пяти убийств прервал. Игрок с никнеймом Аяна Кужи. И немножко времени еще для себя выигрывает. Так, нападение. На, Кентавра. Кентавр просто-напросто без шансов отлетает. И скоро Радианс. Нужно дофармливать Радианс Брутмама. Забирать Тир-2-вышку сверху и смещаться на Рошана, возможно. Так, Шадо Ушиман. Спалили Шадо Ушимана, по всей видимости. Так, Хекс. Есть. Хорошо, но мне кажется, Диздрафтер с Магнусом его, понятное дело, никуда не отпустят. Минус Шадо Ушиман. Но ничего страшного. Поставил он сюда всего лишь один Сентрик. Возвращаясь к теме о саппортах 4-5 позиции, мне, допустим, кажется, что было бы резоннее, если, допустим, один Вич-Доктор или же один Дизраптор покупал в Орды. А... Так, вот он Вич-Доктор. Вич-Доктор. Ой-ой-ой, хороший РП. Мне кажется, Вич-Доктор там всё равно погибнет. Да, Вич-Доктор погибает, но хороший размен должен быть. Хотя не могут, просто не могут убить Брутмаму, хотя Снайпер неплохо настреливает. И да, минус Брутмама. Ронни Мар просто отомстил. Минус также и Шадо Ушиман. И мне почему-то кажется, что это конечное. Это действительно конечное. Уже слишком много айтемов набрал себе Снайпер. Так. Таранка. Таранка может подставиться. Четвёртый РПЛ действует достаточно долго, но с блинка может через 5 секунд попробовать залететь. Магнус и улами поднимает. Умни Найт. Умни Найт уже отсюда никуда не уйдёт. Гвардин Энджел прожимает, но... А толку то? А толку то? И минус Умни Найт начинают сыпаться. Начинают действительно сыпаться. Всего уже теперь 1 тысяча преимущества по Нетворсу. Вот мы видим графики, которые были в пике на 4 тысячах. Так, он Найт отключается от игры. Ставится пауза. Пока паузы всё-таки попытаюсь дорассказать про саппортов 4 позиции, что было бы, мне кажется, резонии одному Дизраптору, допустим, или же Вичдоктору покупать в Орды, а второму собирать, допустим, Блинкаганим. Или Гостаганим. Или вообще любые итемы, чтобы можно было 100% вносить импакт. Наверное, Дизраптору всё-таки получше. Было бы у него ультимейт достаточно сильный в данной мете, а палка Вичдоктору легко сбивается. По большому счёту так, тут драка, Дизраптор ковыляет до последнего этого Виномансера. Виномансер уже убивает двоих, подходит Драксир, но Драксир, мне кажется, может отсюда не уйти, хотя привет, привет, улетает, хохохох. И Дизраптор вообще выкупается, это рейдж байбек или что это, с какой целью выкупается Даффи Дак, я пока не понимаю, тем более, что у него кулдаун на телепорте. Странные у нас вещи происходят. Но да ладно. Сколько же паучков, сколько же паучков. Но они не грызут, да? А теперь грызут, а вот теперь грызут. А вот теперь грызут, и видно, что грызут. Было 1600, стало 1000. Нормально так погрызли, хорошо погрызли. Сейчас можно еще поднападить. Ультимейт прожимает. Так, Магнус, Магнус есть РП, может с Кьювером увести, прожимается Репел бай Омни Найт, и просто заходит в тупую, ну, действительно в тупую, на сторону. Так, ну а с такими закидонами шансы у Джокеров появляются опять. Нет, так не пойдет, ребята. Вы не дефаете Брутмаму, просто отдали на халяву Т3. У вас есть Снайпер, у вас есть Магнус с РП, и вы просто за бесплатно отдаете Т3. Нет, так, мне кажется, действительно не должно работать. Да оно и так на самом деле не работает. Просто парни ошиблись. Так, Брутмама, Брутмама застряла, или что это было? Так, видят Брутмаза, Брутмаза работают ли просветки. Да, вроде просветки или сентри должны быть. Так, Шадоу Шаман, Шадоу Шаман, жертвы, по всей видимости, собой. Убегает, умирает, точнее. Так, Брутмама под РПМ начинает наваливать неприятные. Их, кстати, тоже самой от Снайпера ставится Десвард. Хороший Десвард. Магнус РП дает по двоим. Хороший РП также. Это уже минус 3. Да, двойное убийство для Снайпера, который просто из Ренжи Миллион настреливает и ничего не боится. Ультимейт по Огру залетает. Минус Огру, тройное убийство для Ронни Мэра. Заходит, выходит он на первую строчку в таблице Нетворсов. Сейчас можно будет еще убить и Виномансера. Так, а Снайпер, куда он стелепортировался? Снайпер стелепортировался на мид. Я думал, он наверх полетел, но да ладно. Магнус умирает тут явно. Привет, в одиночку. Пытается делать фраги, но, опять-таки, они особо ничего, к сожалению, не дают. Дарксир, я думал, на Сурже спокойно убежит. Да. И Десу, конечно, бы желательно сделать пайп, чтобы помогать своей команде переживать прокаст Виномансера. Тем более, под Вейлом неприятно. Так, нападение на Вином... Нет. Да, нападение на Вином... Или нет? Непонятные у нас мовы. Так, привет просто уходит из телепорта на базу. И такая неоднозначная у нас ситуация в игре. Получилось то, что, с одной стороны, снайпер, магнус, дизраптор, дарксир без шансов выносят противников в данной игре вперед ногами просто. С другой стороны, если каким-то чудом Виномансера с шадоу-шаманом и компанией, ну, всей компанией, кроме Брутмамы, затянут драку, любую драку, а Брутмама тем временем будет сплитпушить и снесет в сторону, а то и две, тогда, возможно, возможно, шансы и у Джокеров появятся. Очень спорно. Так, там уже Магнус идет защищать свои владения. Ну, как бы, Магнус сейчас бы сам и не подставился, кстати говоря. Тут центрик есть, поэтому видят. Брутмама нужно по чуть-чуть покусывать. По чуть-чуть покусывать. Снайпер отменяет телепорт, дизраптор летит под ультом Виномансера. Снайпера там просто-напросто убили. А ну, дарксир, дарксир погибнет ли? Нет, выживает ДДС. А Брутмама забоялась, испугалась и не пошла. Кажется, очень пассивно она играет. А вот Магнус подстрял. Вот Магнуса нужно было сейчас ловить, но фиксации нет. Фиксации пока что нет, а Брутмама собирает БКБ, чтобы спокойно бегать по драке, не бояться ни шрапнелей, ни стяжек, ни ультимейтов дизраптора. Абсолютно правильное решение. Плюс-плюс БКБ в том, что его можно прожать при заходе на сторону и просто-напросто, скажем так, в тупую зайти и сломать бараки. Прошу прощения. Так, Виномантер, нападение на Вичдоктора. Вичдоктора имеется в Глимерке, поэтому в случае чего может себя спасти Дараксир. Неплохая попытка стянуть кого-то на возвышенность. Так, Виномантер опасно играет с огнем. Виномантер начинает настреливать. Как же эти саппорты отгребают от четвертой пассивки? Сколько у него урона? 200 с руки. Там плюс 75 к урону он взял. Было логично. Так. И начинается у нас осада все-таки, как бы это ни звучало от команды Джокеров. Начинается осада. Вот самое главное сейчас не подосадиться под реверс полярити. Да, там же святыня есть. И верхняя. И нижняя, которую можно сгрызть. Странно, что Бортмазер этого еще не сделала. Так, верхняя святыня падает, но я не собираюсь, между прочим, отдавать. Магнус идет, идет, герой. Он идет в одиночку. Защищает свое строение. Так, глимцуют Омни Найта. Омни Найта прожимает репел. Омни Найта убегает. Бортмама в это время теряет просто-напросто свою возможность запушить что-либо. И так называемый неэффективный фарм. Сейчас нам показывают игрок под никнеймом Аяна Кужи. Так, там нападение. Непонятно кто на кого. Но Виномайсер прокастовал уже свой ультимейт. И начинается драка. Хороший ультимейт от Дизраптора. По двоим. Стенка также от Драксира. Туда РП тоже. По двоим. Это минус Шадоу Шаман. Минус Омни Найт. Просто охороня двоим. Но там уже трипл килл для команды Джокеров. И Драксир, Драксир прожимает Сурж. Пытается убежать. И Драксир, Драксир уже троих, кстати, заковылял. Он своими щиточками. Виномайсер тоже троих убил. В результате ДС телепортировался на базу. Виномайсер умер. Тем не менее. Брутмама жива. Что самое главное. А защищаться против нее нечем. Как они выиграли эту драку я просто не представляю. Представляю против всего того, что есть у Силы Тьмы. Магнус выкупается. Снайпер выкупается. И пока что все хорошо. На два байбека развели. Отлично. Много сейчас денег потеряли. Очень много потеряли. Берт оф зе Хермарс. Нападает Брутмама на Драксира. Драксиру больно. Драксир погибает. 51 секунда без байбека. Так. Можно еще догнать какого-либо снайпера. Но тут Сентрик. Видно, видно, видно Брутмаму. Плюс там еще просветки работали. Так, Брутмаме нужно срочно уходить. Иначе она сейчас просто умрет. Нет, выживает. И ульта через 20 секунд. Ой-ой-ой. Опасно. Опасно сейчас было. Но Брутмазер выживает. Так вот. Пока была вся эта катавасия там на святыне. Брутмазер могла подпушивать нижнюю линию. Хотя... Но крипы почему-то находились аж вот здесь. А это, мне кажется, недопустимая роскошь для Брутмамы. Все время фармить в лесу. При том, что линии у тебя не подпушиваются в сторону врага. Так делать не надо. Просто забивать на игру и фармить в лесу. Это неправильный подход. Правильный подход пушить линии. И когда ты не видишь соперников или понимаешь, что ты парлопушил достаточно далеко и тебя может настигнуть опасность или беда, ты уходишь в леса. Это правильная тактика. Тем более, что БКБ уже есть. Так, привет, мэнсквичи. Привет, Кордо. Привет. Мой любимый постоянный зритель. Залетел к нам в чатик. Когда узнал, что у стримера ДР. Да, абсолютно правда. Абсолютная правда. У меня сегодня день рождения. Но это не мешает мне комментировать и смотреть вместе с вами за открытыми квалификациями в про-серию 20-го сезона. Напомню то, что сегодня последний день 20-го открытой квалификации СНГ региона в про-серию второй этап. Далее шесть команд, которые пройдут которые выиграют сегодня фасткапы открытых квалификаций в про-серию попадают логично в третий этап. И так далее, только там уже более сложная система там делятся на группы каждая команда если я не ошибаюсь играют с каждой или что-то по типу того. В общем, заходите, читайте, участвуйте на порталы Dota 2 Starlighter TV. Так, и вот Брудмама правильно делает она подпушивает снизу сверху крипы и так сами делают свою работу потому что у Паверан живая казарма рейнджовиков. Так, Угрымак на Форстафе подлетает к Дарксиру шиват Виномансера Виномансер наваливает под Будгластом второго стана не будет и Нику делает абсолютно правильно просто ТП-аут на базу. Вот, правильная игра против Виномансера. Так, и поджимают, поджимают, поджимают. Верс овзе Хермос к базе? Но, опять-таки, сейчас может быть одно удачное РП в пятерых и все. И 30 минут как на смарку. Но, может и не быть, давайте переключимся на байбеки, что у нас ага, а вот вам и байбеки, вот вам и открытые квалификации в Про-серию, хотя, вроде, кажется, то, что сейчас всего-то 33 минута, возможно, оно на самом деле так и есть, что рановато для байбеков. Тем не менее, я думаю, желательно их хранить. Да, появляется у Брутмамы байбек, появляется у ДС байбек. И осада продолжается. Ну, понятное дело, то, что снайпер может очень долго крипов дефать любой сложности. Да, вот то, о чем я говорил, абсолютно правильно. Четыре персонажа заходят с одной стороны, Брутмама заходит с другой стороны. Если сейчас начнется драка, то все может быть неплохо для Брутмамы, потому что она сможет зайти снизу и нахалявить вышку, а то и сторону. Но, опять-таки, тут ее дефит снайпер. Но, если драка начнется без снайпера, то тогда есть шансы, что команда птичек Хермеса, Гермеса, Гермеса никого не убьют. Пайп появляется у Дараксира. Наконец-таки. Пора бы уже давно его приобрести было. Итак, Инициаса от Магнуса вытаскивает Виномастера, Виномастер прожимает шиву ультимейт, хороший, все, и можно умирать, можно умирать. Виномастер, он еще настреливает, а тем временем Брутал заходит снизу, Брутал заходит снизу, начинает ломать, снайпер отвлекается на нее, снайпера в драке нет, Гвардин Энджел о том, мне на это пошел, мне на это неприятно, но погибают уже Диздраптеры, все под ультимейтами Виномастерами неприятно, но они выживают, потому что есть Пайп, Пайп прожат, и все хорошо. Дараксир может сразу в вороту погибнуть, еще пара тучек по нему надо, Дараксир, Дараксир, Виномастер там запрыгивает на Дараксира, там, тем временем РП дают Магнус по, не вижу по кому, Нико все-таки погибает, так, тут Магнус, Магнуса ловят, Магнуса по всей видимости и забьют, Магнуса действительно по всей видимости реально сейчас убьют, Магнус, 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 Магнус погибает, а тем временем Брутмама съедает, съедает барак, она съедает ранжевой барак, и в результате снайпер и не там не поучаствовал, ни сторону, ни задефил, в результате ставится варды Шану Шамана, так, Угрымак на Форстафе залетает на Вич Доктор, Но тут снайпер уже наваливает И мне кажется, Огрмак уже отсюда никуда не уезжает Но тем временем Брутмама съедает барак снизу Вынуждены прожимать глиф Снайперу с петли добежать Нет, снайпер просто фармит крипов Он забил Он просто забил и отдают нижнюю сторону Брутмама должна догрызать Или не должна Или не должна А почему? Нет, нет, нет Нужно же было суицидиться, прожимать БКБ БКБ, БКБ же было, это ошибка Это сейчас ошибка Это большая ошибка Грубая ошибка от Брутмамы Хотя, если она чувствует То, что дожмет сейчас эту сторону То, в принципе Возможно, не такая уж и большая ошибка Но если она сейчас туда не зайдет То это очень большая ошибка А почему забили? А почему забили на барак? Алло! Алло, вы чего? Ха! Да ну нет! Да ну нет, ребята! Не-не-не-не-не-не-не-не Так дела не делаются Вы что? Если так забивать нам милишный барак То можно и на игру забить Зачем вообще играть тогда? Ммм, да Что я могу сказать по этому поводу? Бред Реально бред Как по мне Так, и в результате уже Трех бараков Не имеет команда Птичек Гермеса А Брутмаме и компании Я бы посоветовал Наверное, все же Забрать Рошана Получить Аегис И заканчивать игру Самое главное Виномайтер получил 25 уровень Есть у него уже Талант на Тройное здоровье и урон От Пледжи Вард Что Неимоверно просто круто Тройное здоровье и урон Тройное У Варда 1300 хп И 120 дамага Плюс еще Виномайтер под Брутгастом Наплевывает Посмотрите, как он Шей шевелит Нормально Так, и вот уже И у Виномайтера Тройное здоровье и уже И Виномайтер может Сплитпушить данными Артефактами Так, и пока что Какие-то проблемы У Птичек Гермеса Потому что они не могут Нормально сделать прокаст Они не знают, что делать И не теряются Потому что Снайпер идет дефать Бруду В то время как его команда Дерется вчетвером Хотя наваливать Кроме снайпера Больше особо и некому Омник Плотный Огр Плотный Виномайтер Тоже достаточно Хорош Посмотрите, сколько у него Армора Нападение на Дезраптора Дезраптор Дезраптор По всей видимости Просто умрет До драки Хотя Вичдоктор Так, ультимейт От Виномайтера Пошел Маледикт Вичдоктор Кидает По всей видимости Напоследок Хорошая стяжка Адраксира Где же РП? Где же в это время Был РП? Бруда просто съедает В это время Барак на центральной линии РП Хорошая по двоим Двое сейчас По всей видимости Погибнет Погибает двое саппортов У одной и у второй команды Погибает Также Омнина Снайпер настреливают Снайпер настреливают Неплохо Егер все Виномайтера падает Бруда 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 Умирает Тоже Он рассчитан Ни на кого Не кидав Прожал Виномайтера Отблинковывается Хорошо Ворды Тем временем Бьют Милишный барак Ворды Ворды Сломает Неужели Неужели Они Сломали Милишный Борак И остается Последний Решающий Барак Виномайтера Уже все равно Да Он отблинковывается ранжовый барак все против брут мамы и виномантера это да гг окончательная гг или не окончательная нет по всей видимости нет но если сейчас решат закончить игру команда силы тьмы я не удивлюсь потому что тут мне кажется и так все понятно да радиант виктори поздравляем команду джокеров джокер крю с проходом вас в следующий этап открытых квалификации снг регионов про серию и услышимся совсем скоро далеко не уходите